В мире немало балетных династий. Семья шведов по фамилии Легат с 40-х годов 19 века осела в России. И двое ее представителей, Сергей и Николай, стали знаменитыми премьерами балета Императорского Мариинского театра. Братьев называли неразлучными. Они вместе танцевали, преподавали, ставили танцы, занимались спортом и музыкой, рисовали и издали альбом прекрасных балетных карикатур. Но судьбы их сложились по-разному. Жизнь младшего Сергея трагически оборвалась, когда он был в расцвете сил и таланта. Старший Николай прожил долго, но и его судьбу нельзя назвать легкой. О нем и пойдет наш сегодняшний рассказ. Николай Легат родился в 1869 году в Москве. Его родители, артисты Большого театра, спустя несколько лет после рождения сына переехали в Петербург. Всех своих многочисленных детей они отдали в балетное училище. За воспитание Николая отец взялся лично. И не напрасно. Сын подавал большие надежды. Он даже получал стипендию имени Шарля Дедло. Его талантов было не счесть. Он неплохо играл на фортепиано, скрипке и даже на балалайке. Отлично рисовал и умело накладывал грим. С неподражаемым мастерством он мог воссоздать любой образ, как русского мужичка, так и благородного рыцаря. Он активно занимался акробатикой и греблей, и вырос столь сильным и ловким, что на уроке поддержки мог на лету поймать своего грузного педагога премьера Мариинского театра Павла Герта, когда тот объяснял ученицам, как совершать прыжок на рыбку. В 1888 году по окончании училища Николай Легат был принят в труппу Мариинского театра. Он стал участником премьер всех балетов Чайковского и Глазунова, «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Раймонта». Мариус Петипа восхищался им, как всегда коверкаю русскую грамматику, «Лучше танец не бывает». Тем не менее, критики находили, что Николай Легат в ролях принцев нехорош. По внешним данным, он уступал и несравненному премьеру Павлу Герту, и своему младшему брату Сергею. Легат непредставителен, и мелок в роли обворожительного принца писали одни. Он не англичанин, а тем более не лорд, возмущались другие после дебюта Николая Легата в балете «Дочь фараона». Николай Легат почти всегда проигрывал при сравнении с главными балетными премьерами императорской сцены. Такие рецензии Николая ранили, тем более, что он и сам хорошо знал о своих недостатках. О том, что у него средний рост, слишком широкие плечи, слишком большая голова, ранняя лысина и тонкие ноги. Все это наилучшим образом отразилось в его автошаржах. «Действительно не принц». Гораздо лучше ему удавались комические партии, такие, к примеру, как «Колен в тщетной предосторожности». И все же с ним охотно танцевали все лучшие балерины, и Матильда Кшесинская, и Ольга Преображенская, и Анна Павлова. «Я прохожу с Николаем Легатом все партии», писала всесильная прима Кшесинская. Завоевав ее доверие, артист пользовался поддержкой императорского двора. Впрочем, уважение к балерине не помешало братьям-легатам изобразить ее в карикатурах. Кшесинская не обижалась. Она уважала своего партнера и ценила его профессионализм. Ведь именно Легат помог ей разгадать тайны исполнения фуэте, которыми щеголяла ее конкурентка, итальянская гастролерша Виртуозка Пьеррина Линьяни. Педагогом Николай Легат был отменным. Это признал сам патриарх педагогики, христиан Иогансон. В знак уважения он даже подарил младшему коллеге свою знаменитую скрипку. Николай Легат стал его преемником. Он вел класс усовершенствования в Мариинском театре, а на уроках показывал движения, одновременно аккомпанируя ученикам на скрипке. У станка в его классе стояли звезды Кшесинская, Фокин, Павлова, Преображенская, Ваганова, Корсавина, Нежинская, Лопухов. Когда Легат приходил на урок, он сразу располагал учеников к занятиям всем своим существом, улыбкой, шуткой. Что другие педагоги давали за год, того он достигал за месяц, рассказывали артисты. Только юный Вацлав Нежинский, позволял себе прогуливать уроки. Он находил класс Легата скучным. Молодой гений жаждал новизны, тогда как Николай Легат был консерватором. То, что он был консерватором, очень радовало Мариуса Петипа. Тот доверял ему ставить танцы в своих старых балетах и с восторгом повторял «Ты хороша компози!» Впрочем, вскоре их отношения испортились. Это случилось в 1903 году, когда Николай Легат и его младший брат Сергей вместе поставили балет «Фея кукол». Успеху спектакля во многом способствовали великолепные костюмы, созданные Львом Бакстом. После премьеры дирекции, решив, что Петипа нашлась достойная замена, предложила великому старику уйти на заслуженный отдых. С той поры Петипа считал Легата своим личным врагом. Большим ударом для Николая Легата стала трагическая смерть брата. В 1905 году в возрасте 30 лет Сергей покончил с собой. Лишившись не только любимого брата, но и верного друга и коллеги, Николай ставил балет за балетом. Но все они, и кот в сапогах, и времена года, и талисман, и оленький цветочек превратились в цепь провалов. Танцы, поставленные Легатом, слабы. Он бездарный балетмейстер, сердился директор театра Телековский, вынужденный терпеть в своем театре хореографа, которого он не любил, но за которого хлопотала Кшесинская. Балетная классика уступала место новому балету. Его олицетворением был воспитанник Легата Михаил Фокин. Соперничество учителя и ученика длилось более 10 лет. «Учитель ту битву проиграл. Я никогда не был открывателем новых форм, оправдывался он. Я ищу красоту в каждом отдельном артисте». В 1914 году Николай Легат праздновал 25-летие творческой деятельности. В тот вечер давали эсмеральду с участием Матильды Кшесинской и Павла Герта. Когда же на сцене появился юбиляр в роли Грингуара, зал приветствовал его стоя. Со своего места встал даже сам император. Сцена заполнилась цветами, венками и ценными подарками. Терпсихора тем богата, что подарила нам Легата, пели критики. Вскоре после юбилея дирекция сообщила, что контракт с Николаем Легатом не продлен. Он покинул Мариинский театр, а его место занял ненавистный ему новатор Михаил Фокин. Николай Легат стал педагогом в частной труппе. Среди его учениц оказалась и юная Надежда Николаева. Она буквально бредила балетом, а он, подобно Пигмалиону, влюбился в свое очаровательное творение. Несмотря на разницу в 26 лет, Николай Густавович предложил ей руку и сердце и активно занялся карьерой своей супруги, ведь ее амбиции были велики. Она мечтала стать примой. В труппе Большого театра Надежда удержаться не смогла. Московские примы во главе с Екатериной Гельцер приняли ее враждебно. Супруги покинули Москву, а вскоре и Россию. Октябрьская революция перевернула страницу не только в истории страны, но и в истории балета. В 1922 году отсутствие работы и денег заставили Николая Легата отправиться на Запад в поисках счастья. Попытка сотрудничества с труппой Дягилева была неудачной. Опыты императорского артиста великий импресарио Новатор не оценил. Их общение окончилось конфликтом. Супруги скитались по Европе, перебивались случайными заработками до той поры, пока не обосновались в Лондоне. Поскольку в ту пору балета в Англии не существовало, Николай Легат за скромное вознаграждение обучал классическому танцу всех желающих. Со временем ему удалось основать студию, которая стала известна как «Школа Легата». У русского мэтра учились будущие основатели английского балета Нинет де Велуа, Фредерик Аштон, Марго Фонтейн, а вскоре в «Школу Легата» устремились танцовщики со всего мира. Увы, жизнь прославленного императорского премьера подходила к концу. 24 января 1937 года его не стало. Можно ли назвать его судьбу счастливой? Он не смог стать ни легендарным премьером балетной сцены, ни великим хореографом, ни новатором. И все же, те, кто знали его, утверждали, Легат был незаурядно талантливым человеком, стоявшим намного выше окружавших его людей. Лишившись сцены и родины, он сыграл свою главную роль. Вопреки всем невзгодам и непониманию со стороны коллег, Николай Легат сохранил традиции и школу петербургского академического балета в его первозданном виде, без чего не родились бы многие шедевры 20-го века. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok